Всем привет! В эфире Бойскаутов. Первый подкаст спорта день за днём о футболе. Сегодня обсуждаем. Слуцкий перезапускает Рубин. Почему Бенедикт Хёбидас бежит из России? Чем заслужил приглашение в РФС Виктор Кошай? Барселона для Кики Сатьена или Кики Сатьен для Барселоны? Всем привет! У нас Бойскаутов вынужден выходить на свет Божий. Мы решили с моим собеседником Димой Нечапаренко вскрыться. Не в том плане, что мы сейчас достанем ржавое лезвие и забрызгаем эту зелёную стенку. А в том плане, что у нас теперь есть возможность вас кормить аудиоинформацией и видеоинформацией. Кому что нравится. Я, например, терпеть не могу ничего смотреть по видео, но кому-то явно это нравится. Дима вообще ничего не любит ни смотреть, ни читать. Он любит сидеть у себя дома и отсматривать футболистов для футбольных клубов, на которые он работает скаутом. Ну что сейчас происходит по большому счёту? Сборы, 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 трансферы, 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 трансферы. Ну вот, конечно, ещё громом среди неба получилось назначение Виктора Кошай. Или Кошой, Кошой. С неба неясная. Да, когда я произношу что-то, так как это на языке оригинала. Как кажется мне на языке оригинала. Потому что язык вендерских я не понимаю, поэтому мне всё будет казаться хорошо. Хорошо, будешь считать, что я его понимаю. Я вот такой, ну, Кошой. Хорошо. И мы ещё обсудим назначение Барселону. А вот это интересная тема. Да, это интересная тема. Но мы её оставим на потом. Потому что, значит, ты сейчас выдохнешься и не сможешь отвечать на мои вопросы. Будешь со мной пререкаться. Мы переходим, опять же, к его любимому футбольному клубу Краснодар. Игнатьев ушёл в рубину. Вай. Ну, если честно, мне кажется, всё нормально. Потому что Иван действительно довольно талантливый игрок. Но его нужно строить игру под него. И то, что происходило сейчас, честно говоря, очень сложно понять. Как его можно было использовать. А всё равно уже очевидно, что цена может падать. А они пропустили момент, когда можно было максимально выгодно его продать. А сейчас уже попытка хотя бы как-то. И я думаю, что на самом деле там вот эти... Не люблю вообще реагировать на всякие комментарии непонятного рода относительно того, что какие-то информации из клуба, там, поведение игрока. Но я думаю, определённая правда может быть в том, что Ваня немножко сложный человек. И поэтому думаю, что... Правда, что он пьёт? Нет, ну, это не правда то, что он пьёт. Ваня пьёт у всех разное. А Сигурдсон тоже пьёт? Сигурдсон не пьёт. При тебе никогда? Да. Тем более, что он... Ну, окей. Поэтому я просто думаю, что... Нет, я не говорю, что сложный. Не говорю, что пьёт. Но ситуация такова, что в данном случае, я думаю, это было оптимальное решение. Но с точки зрения Краснодара, я считаю, не пропустили момент, когда можно... Сейчас это просто тот момент, когда уже за что-то нужно было ухватиться. Что происходило с Иваном Игнатьевым? Да, напомню, он поменял агента. Сменил, сменил слово поменял, мы всегда меняем. Он сменил агента. Там был такой, скажем так, тяжёлый кровавый бой за эту ситуацию. Привели Игнатьева, сказали, переподписывай контракт. Он сказал, он ничего не понял, не буду переподписывать контракт. Долго дрались, толкались. Не будем называть никаких фамилий в данном случае, потому что это совершенно... Да, я здесь согласен. Важна сама модель победителя. То, кто в эти этажи подставить, можно очень многих людей. Но дело в том, что подставить можно многих людей. Я имею в виду эти оставленные пропуски. Да, странная была сама ситуация, каким бы сложным человеком не был Ваня Игнатьев. Чтобы просто как-то вытащить его с кровати и сказать, слушай, иди, переподписывай контракт. На вопрос, почему отвечать, да потому. Ну, в данном случае я... Ваня Игнатьев не единственный сложный человек в Рассадорском крае. И вообще в российском футболе. Да и вообще в мире. И вообще в мире. И вот он переходит в Рубин, команду бесформенную. Команду, которая абсолютно не поддержала этот вау-порыв по поводу рок-н-рольщика Шаронова. А, ну это уже была иллюзия, которая так нравилась. Она степенно всем так нравилась, она такая раз и упала. Потому что, видимо, они то ли там и забывали тренироваться, то ли забывали выполнять тренировку. Ну, просто я считаю, что там, может быть, возможно, была даже базовая подготовка, предсезон-то тоже завалена. Поэтому это могло сказаться на дистанции. Но я тебе говорю, что по поводу Рубина, я не знаю, почему такое очарование этим клубом было. Для меня это удивительно. Ну, очарование, это вопрос СМИ сейчас, там, в 9900. Мы сейчас с тобой напоем, там, скажем, расскажем. Ну, я не буду напевать. Это тут ясно. Нет, клуба-то нет. Сейчас вот просто за это выключается камера и начнется просто махач. И в одностороннем порядке причем. Мы можем с тобой за 5 минут сделать футбольный клуб «Чайка» великим проектом, но от этого он так и не начнет быть. По поводу Рубина. Они были ни о чем. И вдруг сейчас вот встанут всем. Господин Мениханов привел Леонида Слуцкого в кабинет, показал ему там Кремль, поля маркиза Карабаса и все остальное. И под слова интернационал? Под слова, не знаю, в Татарстане, может быть, не прокатывает этот интернационал, но я не стал бы на том месте вот так вот однозначно заявлять в эфире. Все предпосылки указывают на то, что Рубин сейчас пойдет в какой-то, видимо, прорыв. Видимо, может быть, изменится какое-то финансирование. Видимо, сейчас они начнут себя укреплять. Но, моё мнение, извините, я тебе перебью. Я просто скажу, на мой взгляд, у них по таблице там еще не такая простая ситуация по выживанию. Поэтому, когда будет команда вся пересобрана, мне кажется, что это тоже не всегда хорошо. Потому что у нас чемпионат такой, как раз я к нему отношусь. То есть я не перемыкаю ни к другой группе. Одни говорят, что чемпионат России очень слабый, другие говорят, что чемпионат России очень хороший, зря его так критикуют. Но он просто очень сложный. Поэтому взять просто игроков, поставить, что они будут давать результат вне концепции. Потому что, конечно, Сулский интересный тренер, безусловно, но ему тоже потребуется время. И, насколько я помню, у него редко получалось быстро выстраивать игру. Ну, я думаю, что в данном случае концепция, это их понятно, то, что они сделали. Вряд ли приглашение Слуцкого и смена курса, она ведет к тому, чтобы нам просто вот им остаться в высшем дивизионе. Нет, понятно. Скорее всего, они смотрят клад там дальше. Дело все в том, что когда люди смотрят только в долгосрочной перспективе, они забывают о краткосрочной и даже среднесрочной. Это как раз та проблема, которая может сейчас сложиться. Ты лучше вот скажи мне, вот они вот сейчас вот в этом тяжелом, как ты говоришь, мире российского футбола, да? Я про игру. Нет, нет, я говорил о футболе. Ты говоришь сейчас про другом. Смотри, Сорокин уже ушел. Да. Который считался там, что... Ну, он вернулся в аренду. Нет, он был. Подожди. Могли оставить, согласитесь. Ну, Краснодару сейчас нужен. Окей, хорошо, посмотрим. Посмотрим. Нет, здесь, я думаю, все понятно. Потому что Краснодара мало русских игроков, у них много иностранцев, им нужно будет закрывать позиции. Я думаю, здесь не нужно, сказать, подтекст чисто в футбольный момент. Хорошо, допустим. Сейчас в Рубине собрано уже достаточное количество футболистов, которые, скажем так, перезапускают свою карьеру, да? Да. Это и под Березкина можно сюда причислить, и Могилевца, и кто там еще у них есть? Ну, у Коновалова, я не сталкиваю. Коновалов нет. Ну, если тройка основных на центре. То есть у них есть там реальные футболисты, которые просто вот... Башкиров уж точно нет. Которые занимаются тем, чтобы дать, дают сами себе шанс заявить о себе, как о перспективных игроках, на которых российский футбол должен строиться. Перспективных? Ну, перспективных с точки зрения, что вот они, вот они собрались в команду, и пусть они вместе чего-то покажут. Так вот вопрос, будут их сейчас раздавать или нет? Будут ли приглашать легионеров? Ну, я просто скажу, что я не знаю, чего можно ожидать, потому что, ну, когда такое большое изменение состава, это проблема. Плюс у них, кстати, этих грузинских футболистов очень много там. Некоторые из них играют, некоторые из них не очень играют. То есть они тоже взяты, в том числе, под попытку разыграть их. Посмотрим, что из этого тоже будут выходить. Я просто не понимаю, какая будет вообще игровая идея у Рубина. И, наверное, до тех пор, пока я не увижу уже... Ну, играя идея, это просто, да, будет контратакующая, скорее всего. Да, при Слуцком. Ну, а при Слуцком, что... А вот, сейчас мы с тобой зарубимся. То есть ты тоже считаешь, что он ставит зрелищный... Нет, я просто не ставлю аммонимумами между зрелищный футбол и контратакующий. Я тоже их не ставлю. Не надо сейчас никого оскорблять здесь, пожалуйста, в этом помещении. Ты скажи мне, пожалуйста, ты мне скажи, пожалуйста, они действительно будут играть от себя, или все-таки они будут играть... Я думаю, все-таки, в зависимости от матча, и, возможно, в каких-то матчах, когда можно вытягивать соперника на себя и бежать в свободные зоны, да, они будут играть в контратакующий футбол. Но ЦСКА практически всегда так при Слуцком играл. Нет, но тем не менее, они могли держать определенный мяч, иметь его в определенных зонах, могли делать паузы, когда они могли контролировать мяч и получать тем самым паузу для того, чтобы не бегать постоянно, не вынуждены были играть от соперника, а где-то давать паузу, использовать аритмию, которую можно делать только, если ты хотя бы на отрезке получаешь мяч. Что я не сказал бы, что это был полностью ЦСКА. Когда я тебе просто сказал, что я удивился, что при Слуцком они будут играть совершенно в другой манере, я поэтому и удивился. В другой? Потому что, например, голландцы, которые, может быть, они тоже делают не то, что ты любишь. Голландские СМИ, я имею в виду, голландские даже игроки, даже голландские какие-то специалисты. А я не раздеряю, разумир сейчас на России и все остальное. Они как раз сказали, слушай, да он сюда что-то другое принес, Витес, да, они играют в нечто другое. Безусловно. Естественно, те, кто сидели на скамейке, они жаловались и говорили, что это не тот футбол, те, кто не сидели на скамейке, типа Инсена, да. Я понял, что ты имеешь в виду ЦСКА. Да, действительно, я могу с тобой согласиться, что для Голландии и определенные успехи с Витесом были у него в Голландии, потому что я считаю то, что они шли в районе четвертого-пятого места, это хороший результат, но во многом это было то, что против большого количества голландских клубов было просто очень непривычно играть против такого Витеса. Это абсолютная правда. И все злились. Все злились, но это вопрос того, что есть голландский футбол, который даже на фоне лиг, которые являются производителями в Европе, они все равно голландцы выделяются очень сильным креном в атаку, поэтому сравнивать... Они ориентируют мышление игроков в первую очередь под это. Да, безусловно. В России все-таки футбол принципиально другой. Это, можно сказать, полные антиподы. Этот другой футбол воспитал тренера Слуцкого. Безусловно. Поэтому в Галанде ему бы с этим получалось хорошо. Но я думаю, что в России ему придется использовать разные варианты. Где-то играть на контр-атаках, но где-то против клубов, которые должны быть априори выше. Просто по тому составу, который они имеют, по статусу, который они хотят себе уже сами переписать. Естественно, им придется играть с условными клубами, не хочу там называть, но те, которые внизу, они будут, конечно, вынуждены играть с позицией силы. Знаешь, я когда-то 10 лет назад провел целую неделю на тренировках Крыльев Советов, которые тренировал Слуцкий как раз. Тогда еще были Ерошек и Колеру. И видел, в принципе, его работу. Он подтягивал некоторых молодых игроков. Ему это он делал с большим удовольствием. В чем я, собственно, вижу плюс сейчас его прихода в Рубин. Безусловно. Потому что там есть постоянно кого-то подтягивать, вытягивать, это его. Здесь я с тобой сочетаюсь, те же грузиские футболисты, которые я сказал, они могут тоже немножко при нем раскрыться. В том числе и через его такой своеобразный тренерский характер, на котором он сделал свою фишку, что я всегда со всеми шучу, у меня всегда хорошая атмосфера. Знаешь, любят это себя, что там хорошая атмосфера, хорошая атмосфера, хорошая атмосфера. Ну, у каждого она по-своему воспринимается, но Слуцкий сделал это своим брендом. И так далее, это работает. Это скорее всего даст какой-то шанс. Но при этом все команды, которые потом вдруг, если кого-то этих грузинских футболистов разыграет, все-таки Рубин, я бы их предупредил, что брать от этого не будет необходимым, потому что все те риски, которые в них заложены, опять могут откатиться на прежние. А я тебе еще добавлю, почему я к этому, то, что ты говоришь, добавлю в воспоминания о том сборе с крыльями Советов, там был колер. И мне всегда почему-то вот казалось, что... Юрген Коллик тоже был на этом поле, вот ровно в том же поле, где тренировались крыльев Советов, потому что он был тренером Дуйсбурга в очень короткий брил, и они слились из отеля вот ровно за день до заезда крыльев Советов туда. В смысле, так словно все считания оплатились. Знаешь, какие вещи начинают из меня вылезать, да? Да, ну, видишь, тебе надо просто правильно подгладавить в нужных местах и все вылезет. Пропустим очередную дерзость от скаута футбольного клуба. Какого футбольного клуба? РФС. Ты все время не кричишь, что я плохо произношу. РФС это не футбольный клуб, это российский футбольный союз. Нет. Тут РФС тоже. Тоже РФС. А вот латыши говорят РФШ. Ну, по-разному. Все-таки... Ты сам определись, на кого ты работаешь? Потому что, знаешь, наберете авторизации, знаешь, а потом начинается вот это. Ян Коллер очень помог в его тренерской карьере, потому что, ну, с ним было просто организовывать выходы в атаку, с ним было просто, вот просто вот заполни пространство бегущими людьми вокруг него, у тебя всегда будет, как принято сейчас говорить, билдап. Ну, это не совсем билдап. Сейчас билдапом все называют. Ну, ладно. Это будет таргитмен, которого можно собирать подбор. Да, потом все сказали, кстати, что выиграть на высокого нападающего это западло, это уже не современно. слушай, ты просто не читаешь СМИ. Да, конечно. СМИ же устанавливают тренды. Мы с тобой еще поговорили, не знаете, о трендах сегодня, мы Кики Сетьена будем обсуждать. Я тенденциями еще привык называть, ну ладно. Да, называй как хочешь. В Риге, знаете ли, свои интересы. Так вот, и сейчас вот у Рубина, это может такого игрока-то и не быть, который будет помогать ему игру в атаке строить. Или Игнатьев, или Игнатьев, или Игнатьев. Игнатьев точно не это. Игнатьев это бежать в свободную зону. Бежать в свободную зону, да. Безусловно, открываться там, например, слепую зону для игрока, отваливаться, это все, да, но чтобы цепляться, он практически неэффективен, когда он смотрит лицом в поле. А вспомнил еще Нецедов ЦСКА, кстати, которого тоже... Ну, но Нецед и не заиграл особенно. Ну, он особенно не заиграл, но там, ну, кто из-за чего всегда был большой нападающий, а кто был большой нападающий, его бы лучший в варианте ЦСКА. Нет, я бы сказал, в период, когда Слуцкий реально тут уже застолблял за собой место очень крутого человека. Ну, и кто был большим тогда игроком? Ну, конечно, ЦСКА в ЦСКА. Только в ЦСКА не было. Ну, это потом, пытались брать. Пытались брать. просто не смогли повторить. Нет, просто большой нападающий, это очень сложно для вписывания, потому что это не только роль самого большого нападающего, правильно ты сказал, о том, точке в нужные моменты собирать эти мячи, поэтому это не так все легко, как кажется. А мы сейчас вот обсудим другое. Локомотив. Глава совета, директоров, Анатолий Мещеряков говорит, пусть немецкие СМИ и пишут про то, что Хеведес уйдет из локомотива в Кёльн. А я ничего, говорит, об этом не знаю. Я тоже ничего об этом не знаю, даже вот от тебя только слышал. видишь, ты все-таки не Анатолий Мещеряков, или? Ну, Василий Кикнадзе говорит, не, с Кёльном переговоры ведем. Как-то странно, Странно. Телефон, видимо, у кого-то был. Самое главное, соблюсти сначала интересы игрока, а потом уже частично наши. Локомотив, мне кажется, вообще такой клуб, который постоянно, но здесь большого открытия не будет, постоянно есть какие-то раздоры внутренние, когда люди пытаются свою территорию обозначить. Сначала сказали, что Юрий Павлович класс, у него отношения с Кикнадзе топ, потом оказалось, что ничего, с Юрием Павловичем ни у кого не может быть топ отношений. Мне кажется, Юрий Павлович как раз человек, к которому у меня огромное уважение, лучше было бы такие, как Юрий Павлович, а не как Кикнадзе. А ты попробуй с ним поработай. Не надо с ним работать, просто ему надо подчиняться. Тут я тебя каждый день вижу подчиняющимся. Ты ему подчинился, здесь подчинился. Ну, так был бы такой авторитет, как Юрий Павлович. Где таких возьмешь? Ну, ладно, мне ты, в принципе, подчиняешься. Вот это неожиданность. Интересно. Чевитус уходит из локомотива, он там не прижился, давай уж откровенно называть. он не испортил. Он как-то ничего не испортил, но, в принципе, это получился такой брак по расчету. Подожди, но игрок, который может сыграть две позиции стабильно. Игрок после травм, я считаю, что совершенно нормально отыграл. Особо круто локомотив в обороне не заиграл. Ну, что значит особо круто? Они не могли на него положиться в нужные минуты, ни разу это не сработало. Сколько их там не хвалили за матчах, там с Ювентусом и так далее. мне кажется, это не видит Чевитуса. Чевитуса совершенно нормально сыграл. Я не знаю, какая у него зарплата, честно. Я думаю, что очень немаленькая. А что значит соблюсти его интересы? Можно на случай расшифровать эту идею? Я вообще не знаю, что значит соблюсти интересы игрока. Что говорит Кикнадзе, я вообще не буду расшифровать. Что он делает, тем более. Хорошо, тогда давай советую. Вот по поводу Кикнадзе, я тебе просто скажу, подожди, я тебе по поводу Кикнадзе. Вот ты говоришь по поводу Юри Палыча, что ты говоришь. Юрий Палыч не хотел Мурилла. Он умудрился Мурилла уже в полу человека превратить. А Кикнадзе подписывает человека, потому что он смотрит, он рассказывает, что этим интересуется тот, этим интересуется тот. Ну, как? А почему бы тебе тогда не сказать, что Юрию Палычу надо подчиняться, а почему бы Юрию Палычу не начать подчиняться, если он обладает уникальной способностью? Жирный фарфан приехал, жир фарфан. Потому что зачем человеку бегать с парашютом? Ну, зачем бегать? Ну, не знаю. Получается же у тебя. Нет. Тренировать-то у тебя получается лучше, чем вести войны, ну, за исключением того, что все уходят, кроме Юрия Палыча. Я не знаю, победные такие результаты. Я считаю, что Юрий Палыч, это действительно, вот Юрий Палыч еще отражает тот футбол старый, где был тренер значимее, чем руководители. Немецкие СМИ прокомментировали эту ситуацию. Ситуация следующая. Футбольный клуб Кёльн действительно добивается Бенни Хёведеса по той простой причине, что у них есть просто защитник Хихос, если ты такого вспомнишь, под пятым номером. Он страшный игрок для уровня Бундеслиги. Он реально непредсказуем. И он вот единственное пока вот это вот звено в обороне Кёльна, которое пытается остаться в Бундеслиге, которое, ну, немножко вызывает вопросы. Кёльн действительно сейчас ищет усиление позиции центрального защитника. Им это нужно, потому что они борются за выживание в Бундеслиге. Они готовы платить локомотиву трансферу в рассрочку. Не готовы платить единственный транш, потому что, как это везде бывает, один спортивный директор руистратил почти весь трансферный бюджет летом. Пришел сейчас второй. Ушел Армин Фе, пришел Хорст Хельд. Ему сказали, слушай, там, в общем, бюджета не хватает. Ну, мы не вписываемся в бюджет. Ну, понятно, что в России как бы эти вещи, там бюджет, не бюджет, к этому только стали недавно. Не, ну, рассолишь конструкцию. Но у них была экономия, они отложили ее на черный день и влезать они в нее не собирались. Ну, они должны влезть то, что есть. И по бюджету пришлось залезать для того, чтобы взять Хеведеса. Сейчас они там взяли еще Марка Уута, нападающего. Ну, нормальный в Голландии играл, который... Но почему Бенни это хочет? А он говорит, Бенни говорит про какие-то там семейные обстоятельства. Что он по семейным обстоятельствам. Семейные обстоятельства простые. Тренер Маркус Гиздель, который он знает по Шальке, когда он был ассистентом там у Стивенса. Короче, смотри, я тебе скажу главное. Нет, ты не понял. Хорошо, я не понял. Хорошо, я не понял. Бенни хочет практически к тем людям, которые его знают и которые, скорее всего, его сильно сейчас зовут. Локомотив хочет его отпустить за большие деньги. Керни там скребет где-то там что-то... Скажи, пожалуйста, в чем забота о будущем игрока в данном случае? Да никакой заботы. Просто очередной набор слов. Вранье, которое просто продуцируется в том числе средствами массовой информации. Правильно. На которые ты, Димон, тоже работаешь. Я стараюсь не работать, поэтому и хочу и в данном случае ничего не комментировать, потому что это будет очередное нагромождение что-то действительно стараюсь не работать. Ах, вранья? Вранья. Вранья. Хорошо. Значит, таким образом футбольный клуб Локомотив не заботится о будущем Бенни-Дикто-Херни. Если бы был футбольный клуб Локомотив и какой-нибудь футбольный клуб вообще бы заботился о будущем игроков, то это бы превратило вообще весь рынок в другую ситуацию. Сергей Николаевич Галецкий вырастил себя на том, что он заботится о будущем. Ну-ка, давай-ка. Ты тоже скажешь это вранье? Ну, давай-ка. Ну, опять-таки. Нет, я просто скажу, что вот можно прочитать Сергея Николаевича по-другому, чем сказал господин Кюкнадзе. А то, что как ты сказал в первую очередь о игроке и потом только частично о нас? Ну, вот примерно так же можно Сергея Николаевича. В первую очередь о клубе и частично это правда про игроков. Ну, не более частично. Ну, о клубе. А какие игроки могут быть без клуба? В данном случае никакого я не вижу. Не, ну, просто ситуация в том, что ты говоришь вот ну, эти слова ну, просто очень плохая формулировка. Я считаю, что Этихнадзе просто нужно задать вопрос зачем так формулировать чтобы потом себя подставить. Однажды Ренат Ахметов нанял одного известного журналиста. Ренат Ахметов это владелец и создатель по сути дела современного современного ну, зачем? Современного донецкого шахтера. Люди не знают? Все надо проговаривать. Хорошо. И он Ренат Леонидович он когда выступал перед камерой он сюда говорил всякие там мечтометия ну, всякие звуки артикли и так далее. И чтобы вот от этого избавиться он нанял этого журналиста он дал ему несколько уроков по культуре речи и говорят что этот журналист в итоге купил себе дом в Черногории. Зная Рената Леонидовича и его размах прежний. Ну, дом в Черногории это как бы можно было завод где-нибудь в Запорожье. Вот после Нового года как-то еще не успели люди проснуться и вдруг Виктор Кошай проснулся первым и оказался главой будет управлять российскими судьями. Скоро они поедут на сбор он их там будет учить судить. Он уже сам сказал венгерским СМИ МЗТИ Спорт он уже сказал что его задача как можно больше молодых судей воспитать. Ну, в принципе это бьется с тем что искал я думаю что это правильно и главное даже не столько воспитать я не думаю что он будет воспитывать совсем молодых главное чтобы суметь интегрировать их в премьер-лигу уже потому что подготовкой на низшем уровне занимаются я думаю другие и вот это самое важное потому что я выскажу свое мнение с удовольствием я хочу сказать что Дима сам судил городские регионы у нас нормально имеет право ротик открыть и что-то сказать совсем чуть-чуть я просто действительно могу сказать и продолжаю общаться с судьями которые сейчас и премьер-лигу судят и главными помощниками я искренне считаю что наши судьи не судят хуже чем до этого вопрос в другом почему происходила такая ситуация когда любая их ошибка стала просто концом света это для меня загадка потому что раньше те же ошибки они делали и сейчас они делают те же ошибки почему вокруг этого столько всего оглумлений я бы сказал со стороны всех единственное что могу сказать я не буду говорить что судья за границей лучше хотя я считаю при Розетте это был лучший период люди говорят что нет кто говорит ну как люди давай так не важно пальцами не будем привлекаться на мой взгляд нет даже те из моих знакомых там ни один ни два ни три человека я могу сказать которые изначально были насторожены потому что действительно Розетте тогда отек очень большую группу ветеранов которые просто не смогли проходить по тестам безусловно но в итоге все люди но в итоге все согласились что на уровне судейства а главное то как он их поддерживал это сказалось я думаю что важный момент который может произойти при Кошае в общем на этом я все могу закончить это то что Кошае не говорит по-русски и не собирается учить русский язык чтобы не было такого что руководитель я думаю что Шандерпуль который его бывший шеф по венгерскому союзу да он там судьями управляет он работает на той же должности помнишь такой судья был вот он говорит по-русски по старой памяти вот это и хорошо потому что я считаю что вот эту практику там говорят что судьи могут комментировать что можно комментировать о суде а важная вещь чтобы владельцы клубов просто не имели доступа к этому человеку и не имели права звонить и говорить почему нас осудили так а вот там у нас столько моментов а тут вот столько вот этого вообще не должно происходить ну я думаю что Григорий Иванов точно не позвонит а нет просто из других клубов а с каких я знаю что один есть клуб из которых звонят я точно знаю и во всем РФС знаю и во всем этом РФС вот в последнее время ну реально думали блин а что же делать тоже с этим человеком он же все время звонит и ты ничего с ним ну ничего ты с ним не сделаешь ну вот ты так смеешься как будто ты уже чувствуешь холодное дуло да? нет я просто хочу сказать что ну и из других клубов тоже звонят но один я один сидит на трибуне детских матчей да и тоже кричит ты знаешь этого человека ты у него колесин взял ну вот видишь ты назвал просто проблема в том что ну это и Спартак звонит ну и кто же в этом сомневается поэтому Зенит никогда не звонит Зенит приезжает Зенит никогда не звонит не приезжает Зенит понятно да у тебя же наше теперь видео есть вот поэтому что я хочу сказать вот это должна практика быть закончена потому что в таких условиях никто не может нормально работать а то что творится по ФНЛ это вообще когда зачастую бывает так что две разные группы имеют влияние выходит судья и думает в какую сторону он ошибется и какая группа влияния ему у Фурсу ты знаешь Сергей Владимирович я с уважением отношусь человек очень грамотный очень умеющий находить сложность дипломатичный в хорошем смысле дипломатичный в хорошем смысле образованный речь у него прекрасная игру умеет анализировать кстати не только как арбитр без сомнения лично убеждался без сомнения совместные просмотры матчей без сомнения отработали я действительно к Сергеевич с уважением отношусь правда то есть все будет хорошо а вот это я не знаю Кошай также насколько я понимаю воспринят в штуке еще потому что говорится что это какая-то Венгрия и так далее потому что он совершил ошибки в финале в полуфинале когда его назвали полу когда его назвали фанатом Реала и он вот специально выполнял твое задание я тебя попросил а вот попросив я всегда могу пойти навстречу указав вызвать обратную реакцию так вот посмотрел я сегодня честно только Волстати включил все действия в матче который пособирал судья того самого матча еще раз повторю из-за которого Коша сейчас еще говорят что он не имеет права заглавлять российские судья потому что он когда-то сто лет назад допустил ошибку я скажу так там действительно ошибался и результативные ошибки и то что Казимира по мне должен был рано сесть на желтую что автоматически конечно его функционал бы сузило и вне игры и там еще видали удаление можно обсуждать комплексно сейчас если не опускаться до каждого землеройка то конечно действительно ошибок он совершил очень много ну и что ну все могут ошибаться я просто не понимаю о чем речь ну ошибся человек такое ощущение что с другими не случалось там не знаю турок этот я помню тоже ошибался сколько причем не раз о нем говорили там я не знаю можно кого ты назвал турком да не из-за этой кино не турка из Турции а не турка из Термании как его зовут Чехыр вот Дюнейд вот ну и все ошибались но просто это момент того что очень большой матч очень большое внимание к нему приковано и все нужно было раздуть хотя матч я кстати вспомнил сегодня пересматриваем матч это был отличный можно было обсуждать куда больше футбольных событий но слушай уже давно никто не обсуждает больше футбольных событий чем больше судейских мне кажется сколько ты уже скоро будет знаешь на беспилотники будут летать на поле и страховать ВАР и все равно будут обсуждать только это хотя казалось что это делается для того чтобы этих разговоров избежать ВАР для этого? да ну изначально как вы сказали что вот все решится там будет пикать огонечек и будет говорить а в итоге огонечек пикать только вот об этом каждый день сидишь и смотришь там попа судьи смотрящего ВАР вместо фрагментов матча попа судьи 1 января 1 января Бёрли сыграл со Стануилой в 3.30 дня по нашему 12.30 по Англии там такое вне игры вот я не шучу а не видно будет человек вот если он поднимет пятку то вне игры будет а пятка осталась низковата поэтому проекция есть понимаешь и вот посмотрели значит перекрывает значит играть ну слушай если абсурдную ситуацию как бы брать то ты таланты недавно что-то выкопали по поводу того что там по таким углам смотришь вне игры под таким так в этом-то и суть в этом ключевой момент то что я еще раз говорю сами судьи которые уже работали на ВАРе говорят важно то как технолог этот который будет чертить не судьи же сами себе чертят судьи ВАРа как он поставит эту линию и это формирует я считаю что просто суть в том что здесь я не говорю о том хороший он будет как руководитель плохой как руководитель но просто есть шанс что люди которые любят говорить только на русском языке а на другом они не способны то просто меньше будут оказывать давление окей окей то есть он это принимается что он нейтрален в этой ситуации потому что ты к нему не достучишься вот да то есть он на менгерском языке он на других еще говорит но что меня смущает в случае с Кошей что все-таки человек он совершенно без управленческого опыта да у него есть огромный опыт может быть человеческого общения потому что судья постоянно находятся под таким стрессом приходится быть дипломатами иногда что-то приходится не видеть что-то не слышать это действительно формирует это вообще для жизни полезно да уж скажи мне пожалуйста у него нет управленческого опыта окей я бы понял эту ситуацию однозначно если бы ты берешь человека без опыта там из своих рядов кого ты знаешь ну подожди ну а ты хочешь сказать что большой был выбор я не знаю с кого можно было выбирать но иностранцы всегда везде приглашают с каким-то я думаю что это просто та ситуация чтобы сейчас попробовать просто успокоить всю публику ничего себе успокоить уже сказали что какая-то там Венгрия вшивая нам кто это сказал кто это сказал почитай интернет который ты не читаешь хорошо поверь мне раз ты не хочешь читать поверь мне вот говорят что вот мелкая страна болельщики мелкая страна я тебе уверяюсь они функционеров управленцев полно тех же самых болельщиков ты сам это прекрасно знаешь они болельщики по менталитету по уровню все равно я говорю что сейчас нужно снизить градус я думаю что в данном случае это решение которое может как раз помочь хорошо но с управленческим опытом ты что делаешь? набираться сказал Дмитрий который набирался управленческого опыта в уютной комнате в офисе футбольного клуба Краснодар давай заслужил ты свой звездный час Барселона сменила тренера да Вальвердо ушел всем он надоел но он еще не совсем ушел там видимо сейчас они как раз согласовывают самый интересный момент какую компенсацию так это самый основной момент сейчас для всех практически большого подавляющего количества тренерских приходов уходов это когда размер компенсации касается естественно не только интересов самого тренера который уходит безусловно но неважно назначают Кики Сициена не так давно кстати был тут Дмитрий Раченко у нас в гостях который с удовольствием вспоминал как он с ним играл он не только с ним играл он был первый кто рассказал что Сициена оказывается играет в шахматы да еще как потому что он увидел что приехал футболист из России и сказал о там Чегорин у вас там и так далее игрок еще то есть не нынешний Сициен который сейчас будет нам рассказывать какие там философии футбола там есть циркуляция мяча 64 или 65 процентов а просто еще футболист Сициен который был капитаном и он ему сказал давай играть в шахматы мне здесь не с кем играть у меня эти дураки здесь они никто не знает даже как фигуры ходят давай с тобой играть они реально рубились с Сициеном в шахматы кто выиграл я кстати забыл кто из них выиграл но я думал как-то поровну они играли поровну вот а потом уже Сициен уже играл участвовал во всяких там муссианцах одновременно игры и с Карповым по-моему и с Каспаровым да то есть он серьезно обхудрю интересно то есть он такой дянечка серьезный нет а ты еще удивляешься почему Вальверде выгнали в шахматы фигово играл возможно тогда надо к Среди Николаевичу Среди Николаевичу в шахматы играли ну извини это ты свою работу уже знаешь не выполнил надо было предложить да вот это бы конечно был ход в общем Вальверде уходит все сказали что он был скучен что он не использовал прессинг что честно говоря Барселона была действительно немножко предсказуемой Барселона была предсказуемой главное что у меня основная претензия это игра с маленькими командами или средними командами в Испании когда просто вот ну зачастую не получалось не за счет отдельных исполнителей решить какие-то эпизоды а просто спокойно постепенно планомерно реализовывать свою идею которая в принципе иногда не была заметна честно сказать в какой-то у меня менялось мнение по поводу Вальверде потому что я считал что ну как ну что то есть человек опять судят по результатам получается потому что я кстати не удивлюсь если бы все-таки в Лиге Чемпионов удалось бы что-то добиться аналогично у меня такие же чувства в редкий случай я с тобой согласен ну а если серьезно то конечно я думаю что у меня эта позиция менялась но постепенно я дошел до того что реально прогресса как такового нет сейчас еще больше усложнилась его задача потому что встраивать Гризмана к Суаресу и к Месси ну довольно сложно как это будет делать Сетьен вот этот момент самый интересный для меня потому что я специально сегодня даже посмотрел немножко как он играл с Луга с Лас Пальмосом это сейчас все его воспринимают как человек который играет всегда с тремя центральными защитниками с активными винбэками и разный там вариант ну как бы я думаю что самое основное для него это был в лучшей форме Бетиса это было 3-5-2 я думаю что есть вариант который можно оптимально выстроить это будет 3-4-1-2 Месси по двумя соответственно перед ним Гризман левее может быть с переходом как раз туда во фланг как он-то может делать как сыграть эту переходную такую фазу и Месси в этой ситуации в принципе получит свободу на мяче часто с ним будет соприкасаться как это будет строиться без мяча вот тут конечно большой вопрос потому что сейчас важно очень играть против нижнего опорного если команда играет с одним нижним опорным потому что получается ему будет часто противостоять Месси если в этом варианте который я описываю в этом тоже будет интересно смотреть плюс по 3-х центральных защитников по сути сейчас в ротации у Барселоны всего 3 центральных защитника есть Пике Умтити или Англия два из них кстати Ливанодних получается нужно всех использовать под этот вариант но если посмотреть глубже то в Луго в Лас-Пальмосе он играл зачастую 4 защитника и базово там вообще было 4-2-3-1 мне очень интересно что будет не только в плане схемы но и в той плане как интерпретироваться будет эта схема интересный момент для меня что будет происходить с Фирпе потому что Ветиси это был прекрасный футболист который абсолютно идеально трактовал есть Альба которого просто невозможно убирать потому что игра Барселоны настолько зависит от Альбы что это просто колоссально это мне кажется один из самых влиятельных крайних защитников именно для конкретной команды но при этом Фирпе брался как человек который должен развиваться он сидит вообще практически не играет и поэтому для меня интересно с точки зрения Фирпе будет все-таки это 3 или 2 потому что в 2 ну в 2 центральных я имею ввиду и он будет просто крайним защитником он никогда не играл а вот если будет играть с Венбеком то тут уже может вариант быть таковы что Эфир постоянно больше разве сейчас немножко с Венгерского все это переведу так как умею Сетьен приходит Барселону для чего потому что большой клуб такой как Барселона который все время что-то там позиционирует о себе то они такие то они сякие то они сам народный клуб неважно им было нужно чуть-чуть Дима абсолютно прав может быть при Вальверде они бы выиграли бы Лигу Чемпионов но им нужен все равно какой-то вот знаете не только такси им надо таким клубом еще шашечки всегда очень сильно нужны особенно сейчас вот то что монетизируется это какие-то слова стиле, философии и так далее Сетьен идеально подходит под эту историю все вот эти вот там в 3 в 2 в 4 в 10 фирпа не фирпа под это все равно нужен тренер который который даст возможность вот этим всем фантазиям состояться который вот каким-то образом состав перетрясет и будет что-то с ним постоянно делать давая пищу и для размышления и для написания статей, блогов и для всяких там очередных легенд про контроль мяча и все остальное хотя понятно что в итоге там в футболе побеждает тот кто забивает на один мяч больше будет в основное время или в серии пенальти вот как-то так или даже с помощью вара или с помощью вара вот так как-то примерно я упаковал идею большого без шуток футбольного профессионального в действительности так и есть просто меня смущает если мы все-таки подходим под главенство результата меня немножко смущает конечно тот момент что в 62 года ни одного титула и это все-таки больше как мне кажется тренер так философ нежели тренер который ставит результат как самое главное и здесь балансировать вот эти две составляющие может быть довольно сложно это риск в определенной мере риск в большой мере лично для меня я очень хочу чтобы у него получилось потому что мне нравятся такие люди мне действительно нравится сам подход когда люди не помешаны на том чтобы результат потом типа потом просто все кто не помешан они начинают признаться признаваться как этот колешин недавно в интервью Дорскому что они все выросли из Бьельса а ведь он тоже не ставил изначально сейчас вот я вчера смотрел как раз годний матч Лидс Шеффилд Уэнсдэй очень хорошая игра честно рекомендовал бы посмотреть людям потому что игра во многих вещах я уже вижу как люди срываются просто сейчас с места и будут смотреть Лидс Шеффилд Уэнсдэй я на самом деле в данном случае серьезно потому что мне кажется игра которая максимально в этом сезоне Лидс смотрел уже раз седьмой или восьмой хотя мне это конечно противно в силу моих клубных пристрастий Санфречи Хиросима навсегда я знаю ладно но дело все в том что вчера я смотрел вчера матч был в субботу максимально четко видна концепция расстояние между игроками вот просто удивительно как они занимают те точки момент когда например под проникающей передачу он должен прийти как только мяч становится открытым он приходит в эту моментов создано много в принципе да моменты были у Энсдей тоже но в целом ведет игру Лидс но как только происходят моменты в переходной фазе игроки собраны например на Афланде собирается перегруз тот самый 4-5 человек потеря и длинная передача от Уэнсдей отрезает это все и этот момент на фоне того что усталость начинает накапливаться видно что игрокам Лидса все тяжелее и тяжелее даются там последние 30 минут там с Арсеналом не знаю может быть если кто смотрел наверное с Арсеналом может быть что-то посмотрело на кубок вот эти вещи стали происходить и мне очень интересно как будет дальше происходить с Лидсом потому что в этом графике чемпионшипа лично я прогнозирую что я не говорю о результате выйдут они с первых двух мест или нет но очень вероятно что опять повторение в третий раз подряд что они не выйдут из чемпионшипа потому что просто философский этот подход попытка сделать сверх это попытка менять среду вокруг себя она восхитительна я считаю что это только такие люди и двигают вообще что-либо что-то происходит по-моему тебе надо идти температуру потому что ты обычно всегда говоришь а зачем а утрезультата нет повторю но здесь как раз как шашечки или нет но для того чтобы дать результат иногда может быть нужно больше сухости и реализации того что будет максимально хорошо работать некоторые большие художники так и не узнали о том что они стали большими к сожалению это правильно но Убьелса вот мне кажется один из таких примеров просто Убьелса все-таки не было такого прям большого-большого клуба как Барселона то есть это даже но на самом деле может быть то что у него не было такого-большого клуба как Барселона и помогало ему делать то что он все-таки хотел абсолютно с тобой согласен но дело все в том посмотрим сейчас на Сетьена как он будет хотеть вот по поводу Сетьена как раз мне кажется это очень ситуативное решение потому что выбирать особенно не из кого было в этой ситуации и накладывалось все вместе очень хороший антураж созданный этому тренеру очень многие позитивные вещи но смотреть будет очень интересно но главное чтобы ему дали время а по поводу лица игроке которого я действительно рекомендую всем следить это центральный защитник Бен Уайт на мой взгляд вот самый талантливый а может быть через год-полтора самый сильный будет центральный защитник в Англии именно англичанин он играет сейчас за лиц еще правый центральный удивительно устойчивый под давлением просто я не знаю человек который когда на него бегут перекрывает два игрока с разных сторон направления вроде как отдать некуда но он все равно не теряет не теряет абсолютно позиционно играет сильно кстати на этот матч приезжал уже Саудейт его просматривать ну видишь уайт останется скорее всего в Англии потому что английские игроки а разве это плохо нет это не тот случай это экономически идеально и для сборной это для всего но это просто хорошо что все-таки вот в чем я хочу сказать это огромная работа которую сделал Бейлс потому что это его безусловно качества были у этого игрока но я считаю что он его развил так что сейчас уже сейчас мое личное мнение он в принципе близок Стоунсу потому что понятно что сложно все это конвертировать чемпионши ты точно знаешь как специалист что ты развил того иного иного игрока ты сделал для этого максимум а потом тебе все говорят а чего этот тренер добился а ты думаешь ему это обидно мне кажется ему не обидно понимаешь это может быть обидно они на самом деле тоже очень ранимые даже вот эти которые живут на Олимпе вот они прочитают какой-то какой-то идиотизм случайно честно надеюсь ты меня разочаров все надеюсь что Бейлс не читает не в смысле все они все читают Борсиса может быть все они все читают у меня пока мы с тобой обсуждали Бейлсу и вот эти все истории про Барселону кто ее там должен возглавить мне пришла гениальная мысль мы с тобой абсолютно сейчас закольцевали все наши сегодняшние темы Юрий Павлович Семин должен работать в Барселоне ему там никто не скажет ничего чего там ему делать если начнут то он скажет я каталонский не понимаю уйдет один уйдет другой ты тоже сказал что это хорошо конечно я еще закольцевать сегодняшней встречи Юрий Павлович гений он должен возглавить Барселону не учите никакие языки тогда вам никто не позвонит и не скажет вам что делать а вы будете просто делать какие-то свои вершить свои и чужие судьбы вот чтобы разобраться в этой простой формуле Дмитрий Чапаленко футбольный скал провел сегодня с нами столько времени я Иван Житков мы надеемся еще вот в эту черную точечку посмотреть